Вот оранжевого кэрри добрать, вот и четвёрка Худвинг. Что у нас получается? Раскрывают пока что свои карты Энжентрайп, конечно... У них флекс ДП с Пангси, да? Три-два, но при этом ты на ДП не пойдёшь, скорее всего, с Белкой. Не хочется тебя на Пангалере, но... Ну, ты пойдёшь с Рикки, ну и что? Ну ладно, можно, наверное, и так придумать. Ну, я думаю, что всё, уже всё поняли, если честно. Там в Альянс, думаю, не глупцы сидят, они понимают, что Мелис будет играть на Панга. Тогда играть будет на ДП. Нужен какой-то физ урон сильный, такой, который может и неприятный для Фуриона. Конечно, Фурион тоже непонятно. Но я не верю. Хотя... 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 Зеп Смит... Вот ты веришь в С4 Фуриона? Я вот, по-моему, он раньше играл на Фуриче, нет? Да вот я же тебе и говорю, что когда раньше С4, вообще играл в Альянс, у него в команде был тиммейт крутой. Ну, он на ландроиде и на Фурионе, да. Про бульдога и к чему вообще. Мог экспириенса получить какого-то от него, да? Да не давали ему, не разрешали С4 просто вообще играть на Фурие. Поэтому... Может быть, конечно, за последние лет 7 он и набрал практики. Тикер. Закрываем там самым Пангальера своего. Сэвим. Мне трудно предложить Керри, потому что урсы нет. Если Керри какой-то... Лил Плебу... Это за морфинг. Алил Плеб же там какой-то матерый морфинг, да, по-моему? Очень крутой морфинг Лил Плеб. Слушай, морф неплохо здесь, мне кажется. Но есть подозрение, что Альянс это прекрасно все должны понимать. Ну, если они отдадут этого морфинга... Но при этом столько Керри героев уже забанили Энши Трайп. Продолжают они все равно банить Блудсикера. Думаю, что Фурион может уйти на троечку, но и сейчас прошлись по Вайперу. А остались ли вообще герои для Энши Трайп, для Лил Плеба? Я вот смотрю, столько метовых Керри ушли в бан. Есть Ларк, есть морф, есть Сэв, есть... Что там еще? Есть... Снайпер есть еще. Снайпер, да. Которого мы, кстати, каждый раз вспоминаем. Мы каждый раз вспоминаем снайпера, но еще ни разу его не пиктали. Хотя пуля здесь неплохо вообще. Против Зевса и против Фуриона. О, кому ничего не делает. Но... Вот это бы охота надежного Керри, знаешь, который прям в ДПС нормально, засолит каточку. Да, но морф есть. Морфинка в ответ на него Тейт Хантер. И будем играть в третью карту. При прочих равных мне тогда драфт будет все-таки Эншин Трайп нравиться больше. Но пока что еще нету ни морфинга, ни Тейт Хантера. Мнение свое можно еще поменять. Подумать над тем, кто еще из рейнджовых Керри под Рикки есть. И почему обязательно на рейнджовых? Может, Темплар какая-то будет против Зевса? Ну, тоже ее потом закрыть вообще любым аппслейнерам будет нетрудно. Эллил Плеба. Странно, что не морфинг решил вот он, но эсэфи здесь сыграть. Не вижу ни одной причины, по которой вот этот эсэф будет лучше, чем 30-ый левел морфинга у Эллил Плеба. Ну эсэф, видишь, он и Мэджик прокаст, и физ урон. То есть, ну, как будто бы есть какие-то плюсы в нем. Плюс, если это будет, я не знаю, это будет просто тройка профи, то типа эсэф как будто бы проще стоять с ним. Ну, кстати, не уверен я, что тройка профит не должен выносить эсэфа как минимум на ранних лвелах. Ты же не будешь просто нажимать Кайлы в пеньков. А если их на тебя отправят две штучки, что вообще делать? Ты рейнджовый герой. Но уже, наверное, это с расчетом бралось, что вряд ли. С4 будет играть на фуре. Фура это для Чарли. С4 все стоит классик. Дум. Хороший герой, конечно. Да, здесь думать можно ДП до ульты, выдумать Пангольера. Эсэфа, наверное, можно думать в последнюю очередь, но это тоже неплохо. Никакого сейва здесь от этого нет. Дум, немножко баланс сил поменял. Пока вот... Ну да, и в целом, посмотри, у Альянс все три кора отлично заскеллятся в лейт. Хорошо должны поделить свой фарм. Потому что дум хоть и жадный, но фарма он особо много с карты не забирает. В то же время, Чарли будет выдавать физ урон, здесь будет выдавать пак урон. В целом, очень балансный пик. В то же время, как у Ancient Trap, я... Не знаю, но он мне просто не нравится. Посмотрите, тут что вообще под сетап Рикимару есть? Есть ли тут вообще какие-то сетапы? Да, ульты Сэфа. Это первое. Ну, ульт Ходвинг. И ульт Ходвинг. Ну, в целом, я не вижу, что тут Рикимару будет такой же эффективной, как в прошлой игре. И почему-то мне не нравится здесь Сэф. Не знаю, это сложно объяснить. На чуйке, да? Может быть, просто недоверие у меня к Лл Клебу на Сэфе. Есть какое-то небольшое. Но в целом, тут Альянс должны побеждать. Мне кажется, должны побеждать легко. А ты что думаешь? Я хочу посмотреть, что у нас думают вообще бэдбум по этому поводу. Во-первых, 1 на 4 на Альянс 2,8 на Ancient Tribe. Не забываем 100% депозитов промокода DPC. Для всех новых регистраций. Баннер по трансляции. Я не знаю, мне сложно сказать. Мне не нравится этот пангольер на Мелисе вообще. Ну, я не знаю. Конечно, я понимаю, что это супер его сигнатурка, но... Не только тебе это, скажу, сказать. Я открываю график Dota Plus, и там 50 на 50 ровно. Абсолютно. То есть, драфты равны. И вот выходом мне не нравится Зевс здесь. Честно. Хоть и фрики. Хоть страдать. С4 забегает под землей. Недалеко я зашел Густав, и все с полы просто не улетят по... Ассисту, и... Может еще и Ханскин упасть. Замедляет его второй койл. Не достает немножко задувки от Баннши. И можно от Рошана. Рошан бьет на Лиса. А Ханскин подошел перед тем, как его ударил. Рошан просто съел ферифайр. Из этого не умер. А сработал, видимо, у него рефлекс. На грамотном. На грамотном. Таким оттягивать не избегать. Короче. Здесь для меня все лично на плечах с4 в этой игре. Ну, то есть, все от его дома зависит. Если у него, думаю, вот жесткий, если он будет с большой, с линии. Да. Окей. Но есть вероятность того, что его потрепают на линии. Знаем, что... Лайнинг это не его самая сейчас сильная сторона. Тяжело, знаешь, и капитанить в команде, и все управлять. Еще и лайнить нормально. Посмотрим. Нападение на фонус сразу же встречают его на этой линии. Пол хп он потерял, но было у него, судя по всему, 10 заряженных стиков. Ну, я, если честно, не верю в то, что тут можно на топе видеть, но с4 доказывает обратно. Сейчас будет дальний койл. С4 еще и минус с4. Лёплев, конечно, тоже без резов остался. А, у него два тангуса, а манго. Нормально. Да и линия пушится сейчас, наверное, в сторону команды Радиент. И у Либрона есть еще салва. А что снизу Мелеса сжимают пеньками? Если у него сплыв, у него есть шилд краш. Краш по двоим, Мелес как-то удар держать не может больше. Кто у нас с миди? Миди у нас 50 на 50, я так понимаю. Вообще у нас, ты кто, знаешь, пропали какие-то вот скилловые матчапы в миди. Все, берут каких-то героев, чтобы просто постоять. Чутьцов побить. А все с котлов началось, на самом деле. Людям понравилось стоять на котле в центре. Поняли, что для этого вообще ничего не нужно. Миди в доту играть не надо. Ты знаешь, много слышал, что вообще Айсберг говорил постоянно, что на миди пропал скилл, что ничего не надо. Тайвер тебя регейнт, вот аруны спавнятся. Где вообще все это? Мне кажется, в каком-то смысле он прав, если честно. Раньше ты реально там должен был быть потным. И обычно на миди было сложно с теми, кто, знаешь, хорошо именно дерется. Там не бьет крипов, а вот та же самая Айсберг. То есть, ну, не всегда же сложно было, по мнению многих игроков, стоять на мид-линии. Терен тебя напрягает постоянно. Да, я помню просто, я закончил играть на миди тогда, когда там был длинный хайграунд. Там, то есть, от тавера до спуска на реку было очень далеко идти. И просто какая-то попа на тебя приходила, блинковалась, сказала, у тебя дротика просто убегала, пока ты под тавер бежал. Это правда так и было. Пока, пока все опять спокойно, знаешь, вот что я заметил, что в последнее время игры очень-очень спокойные. И если не играет манаспа, то там голов особо много не набивается. Поверьте, сейчас спокойно. Я взлетал на базу, принес себе инфузи трейн-дропс. От пангодира хочет защитить себя. Перепошел руну здесь покушать. Заблочили маленький на грамотном против дума, поэтому линия не такая простая у него. Куда вообще идет из-четыре линия-то вообще не с той стороны. Он хочет, может быть, крипа каута съесть особенно. Да, он уже сделал. Он хотел, наверное, поскаутить, что вообще на большом кемпе находится, но реки решил к нему прицепиться. Не будет хороших крипов, кстати, у дума. Кстати, вот к слову того, что у Мелеса заспавнился с Молкемп, а смотрим теперь на Леса с четыре. Большой кемп забанен, маленький кемп забанен и два средних кемпа забанены. Это Леброн просто постарался на славу. Да, то же самое я говорил две минуты назад. Да? Окей. Решил я это утвердить. Вот как ты слушаешь, значит, меня, да? И первый раз уже ловлю тебя на этом. Не веду. Третий страйк. Я тебя, я тебя ловлю, но просто потом не говорю тебе об этом, потому что я твой хороший друг. Ладно. Продно. ССФ, ССФ, Фрилиния, 23 крипа, 23 также у Фуриона. Все хорошо. Опа, ловят на Кайлы из четыре, но на три Кайла поймать не получится. Ловят снизу Чарли. Меллис с него вгрызается. Есть еще свежбакл. Белка. Но Ханскин добьет и белочку. Не хватает урода. Я очень спокойный. Как-то знаешь, даже Леброну, может быть, стоит пойти разблочить свой маленький кемп, потому что посмотри, где вообще находится линия. И ничего с этим не сделать. Как отпушивать под тавр без смол кемпа? Можно было большое, на самом деле, разблочить и большое отводить. Перетрудился. Леброн тут? Слишком уж хотел защититься от этого дома. В итоге у дома все равно и скрип с большого кемпа. Но, знаешь, большой кемп против Мирана тоже опасно. То есть тут и думай Мирана. Если, допустим, этот крип не нужен был бы С4, то Мирана вполне могла. Как-то и стрелу, но пока не рано стрелы не качает. Ну, до четвертого будет. Нападение на С4. Сейчас на развороте будет еще Койл. Второй и третий. С4 погибает, по идее. Он ушел. На скиле. Задул он себя в путь дорожку. И актив дарона снизу спавнится. Ханскин и забирает. Оплатит. Заплатит ли он за этой своей жизнью? И килл для Хевина. Фуров фуров армит. Все у него хорошо от 34 крипа. А фурион Мидас покупает. Как тебе вообще такое? Ну, он подумал, посмотрел на С4. Решил, что... Почему он может, а я нет? Пока что, кстати, даже С4, как байт, у нас не поставил. И, посмотри, звучатся тучи над центральной вышкой. ДП уже нажал ульту. Здесь сразу же несколько человек. Вот, сейвить сейчас за руку. Какой хороший прыжок от Девса. На самом деле, спасся он этим. Ловит Ханскина. ДД. Под тавером Понло подходит. Сейчас будет Старв Сторм. Тогда я должен погибнуть здесь. Не выживает он, по идее. Хотя... Не выживает только из Таверны. Вот она, жизнь саппорта. МТД аккуратно. Нужно быть. Нет, у него не забрать не получилось из хороших новостей. Но Зевс Зевс очень удачно успел нажать свой третий скилл. Выжил он, на самом деле, на тоненьком атаке. Дорогие друзья, не забывайте про бонус 100% депозиту. По промокоду DPC, баннер по трансляции. Переходите, регистрируйтесь и используйте. Забирайте себе бонус этот. Вот, бэкбом. Есть еще немножко времени, Чарли, передумать. Но я еще вообще, кстати, ни разу не видел, чтобы Фурион с Мидасом выигрывал. Я видел, как выигрывают Фурионы с Аганимом. Я видел, как выигрывают Фурионы с быстрым Глепнером, но с Мидасом ни разу. Нападение на СФ. А Фурион прилетает на топ. Здесь же Мирана, здесь Рикемару. И телепорт ДП. ДП, конечно, без ультимейта, но с сифонами. Хорошо бы было сейчас подловить не только этого Дума, но и прилетевшего сюда Чарли. Ну, по моему мнению, конечно, если тебе интересно, это супер антихайп. Брать Мидас на Фуриона. Ну, что-то тут, знаешь, как-то С4 подустал, походу, к третьей карте уже. Выложил. Совсем все плохо у него. Куманно выдал. Да, совсем все плохо у него. Под конец этого противостояния решил он, кстати, знаешь, он решил просто скипнуть призы, судя по всему, судя по всему, потому что я вижу. И... Да, если разглядеть, уже Мидас, да. Так, Кайлон промазал Леоплеп. Чарли подошел. Будет ли чем-то проесть. Надо было топорик покупать. Тут же смокскринни, дает С4 нажать его кнопки. С4 хорошее использование. Торнадо, но и Леоплеп. Тут тиммейт от Леоплепса все пошла, активная игра. Какой приятный ульт от Чуаня. Встал он сразу в восьмой левел после этого. Когда забираешь килл, получаешь экспу. И знаешь, вот если ты просто ассист получаешь на Зевсе, а ты ничего не получаешь. Ни экспы, ни золото. А так сразу тебе и экспа, и золото. Это просто супер профитно на Зевсе забирать киллы. И выход на топ-линию. Вот сейчас, кстати говоря, могут открыть тавар на девятый. Неприятно. СФ, конечно, тэпается. Не знаю, стоит ли ему сюда жать ТП. Здесь также тэпается Мелли. Спонла пока что на подсейве работает. Много душ зафармил сразу же. Мелли седьмого уровня. У него есть, конечно, ультимейт. Но пока не прожимает. Покатился. Ну, минус С4. Хорош, хорош шпиков. Правда, стянулись сюда вчетвером. ДП тоже подошла. МТД есть экзорцизм. Хочется нажать его где-то в миде, наверное, по тавару. Либо на боте. Но он на боте оккупировал Чарли. Пока что фармит. Под протекцией Ханскина. Вот ДП, сюда ТП нажимает. Но в соло МТД здесь ничего не сделает. Плюс у него нет реза, в банке нет водички. И нужно ее как-то заполнить. У него тревела, он просто прилетел покачаться, на самом деле. Здесь ему ничего не угрожает. Но надо, наверное, покупать себе уже. На СФе Лилклев купил себе топорик. И на ДП, наверное, надо купить что-то типа фортик или топорика. Нападение на Чарли. Поймали МТД в спорты. А как выходить-то? И... Просто Мирана лишилась дождаться, пока пройдет и все. Ты вышел, ты еще не знал? Логично. Катапульта подъезжает снизу. Можно сейчас под нее сыграть. А как раз таки... Нужно еще отходить перетянуть сюда. Вот бы Худвенгу до 6-го левела сейчас, конечно. Хлуба здорово. Кто, интересно, книгу скушал? Кипятый. Книга, возможно, летит. Да, книга летит сейчас. Гохунинга будет 6-го левела. И это уже будет гораздо приятнее. Можно просто уничтожать всех, кто прилетит на деф. Кстати говоря, Фурион улетает. Понимает, что в соло он там не за деф. 6-й левел получает С4. У него, наконец-то, есть Doom. Но он его не вкачал. Он не потратил пока. Оставляется СФ. Почему СФ здесь один вообще? Где команда? А, вот и команда прилетает сейчас сюда. Фидит. Немножечко Эншент Трайбы один за одним. Но в целом, можно, наверное, урон куда-то вписать сейчас в Мид Терадин вышку, но экзорцизм заканчивается. Да, этого не хватит, естественно, чтобы пробить ее. Итак, у Фуриона появился Мидас, следующий. Его целью будет Майл. У СФ-а. Ничего. Пикбай Мом. Да, как-то... Очень странно. Нет у него в интере артефактов. 4704. Вент Ворс. Мало у него, на самом деле. Если мы вспомним, как играет ТА-2000, во-первых, он, по-моему, себе берет не сразу не ПТ, а сразу Мом в начале. Потом выходит в ПТ. Это позволяет тебе идти долбить лес на ранних лулах. Открыли, конечно, Бот Тавер, но погибает Белка за это. И потом ТА просто стоит, бьет бьет леса АФК. То есть, Леп выходит на линии, подставляется, погибает в некоторых моментах. Нужно быть повнимательней. И вот, кстати, в очередной раз он может сейчас подставиться. В Ультемирана выходит на него Клокверк плюс Зевс, но все это читает. Но ненадолго он это читает. Да, он постоянно подождал, но не хватило ему. Пусидчивости. И Мелис. На другой части карты в Ультемирана принесла команде Альянс 2 кила. Потратили дом, убили Мелис и четко. Переигрывает просто на скиле, если честно, Альянс, на индивидуальном, ребят. По-другому пока не скажешь. Ничего особенного они не делают, но... Много каких-то таких микро-моментов именно от Эншин Стрэп, которые помогают им это все реализовывать. Просто нажали ульт, вышли, 2 кила сделали. Под Ультемирса. Этим макро... Рота прикольные у них, да? У них Ульт Фуриона, Ульт Девса, Инвиз по всем. Ультемирана тоже массовый, да? И ЛТП очередной раз сделал ТП Мид. Ой, как же ему повезло, что он не смог увернуться от Кука. Так, стрела. Стрела. Как же ультемирса. Мне нужно очень аккуратно ходить сейчас. По идее, вот у вас, Рикимару, тут вы должны так играть, да? Вы должны ходить. Но еще рано. Нападение на С4 в топе. Каутить кого-то. Будет ли ультимейт от Белки? Нужно привязать, да. И под Ультемирс сейчас спокойно заберут. Хороший пиков, приятный. С4 пока что балансирует игру на топе у нас. Вылил плеб. Нужно фармить. Наконец-то занимает он свой лес. В принципе, он должен был здесь, наверное, находиться минуты две в это время. Просто АФК фармить. У Зевса у него каятся, что же сверху, будет шард. Ханскин бегает. Ждет кого-то засыпать ищет. Единственное, наверное, хорошее. Сейчас у меня новость для команды Ждрайп, что у них будут грифсы быстрее, чем у команды Альянс. Потому что грифсы Альянс собирает Мирана. Для этого потребуется, конечно, больше времени. Стойко там ТД. Можно экзорциду нажимать. Будет ли какой-то фортик чем-то подсейвить, спасти. Ну, будет размен. Не сказать, что это балансный размен, но тем не менее, хотя бы какой-то. Ну, из хорошего килл достался СФ. Пускай и на саппорте. Небольшая прибавочка к нетворцу Чудоу Финда. СФ по-хорошему, наверное, тут побыстрее пику собрать все-таки против Клока. И... Попытка выйти на С4, по-моему, намечается. 15-ая минута. Ибрана нужно дофармить себе свой шарт. На топ он идет, конечно же, с этой пачки получит. Мелис. Подставляется сейчас по двух героев. Успевает нажать свою ульту и уехать. То есть, была у него там еще Мека. Сложно было здесь погибнуть в этой ситуации. У СМОК будем разбивать. Да, Лешардек летит. И СТАХАНСКИЙ НРЗАВИДЕЛ СМОК КОМАНДЫ ТАЙР. Ну, в принципе... Если Килл заберет МТД, это будет неплохо. Для этого Рики Моро. У Рики, конечно, по ресурсам все очень плохо. Ботинок и стики. Да, есть шарт. Накопил Леброн себе на этот заветный артефак. Ну, по крайней мере, из хороших новостей. Лилплеб не погибал в последние 2-3 минуты. То есть, он все это время фармит. И посмотрим, как это изменилось, поменялось на коэффициент. Пока что коэффициент закрыт, но открытый плюс ДПС. Промокод для вас. Точнее, просто ДПС плюс 100% депозиту. И, опять же, ультимейт Зевса пока что не переживает. Белка. Мы уже, помню, такую игру смотрели. 4,5 на Ancient Tribe и 1,17 на Альянс. Мы с тобой смотрели, да? Где Белка просто с ультимейта практически склеивалась. Вроде да. Но я уже не помню, это был первый дивизион или второй. Не-не-не. Это был точно второй. Так, Леброн задоджил. Все, что можно было, но, естественно, там много слишком нюков и... Все, что он уже играл на Белке. На Белке играл Алекс из команды ДУТа 2 Хастлерс. Да, я не мог он пережить прокаст. Ну, Мелис имеет уже игры все. Что дальше? Дальше, наверное, Блинг. Что еще? Дальше, наверное, Шарзак какие-нибудь. Да нет. Это такой Пангалер уже в дэмэдж выходить не будет. Той Пангалер будет выходить в Саппортинг. Так что, Блинг, Шард, подольше станет... Побольше опций иметь. Так, ну, выход на топ. Фок тут поставил очень агрессивный Вижен. Сэйфу возвращаться в лес ни в коем случае нельзя. Надеюсь, Лилплеп это понимает. О, дальше идет по линии почему-то. Никто не толкает линии, никто не стоит на линиях. И, похоже, Лилплеп сейчас погибнет, если не улетит. Ну, улетит, погибает Лилплеп. Ой, ну закрыл, закрыл Чуан просто этот хукшот. И как спасается Лилплеп, конечно, это на миллиметрах. Да, посмотри, грамотное решение. Лилплеп собирает быструю пику себе. Как-таки против Клокверка. И, возможно, будет сэйвить своих тиммейтов. Но в целом, вообще, пика против Фуриона Клока. Это артефакт, который ты по-любому должен купить. Ну, не факт, что вначале, но обязан. Но против Клока, как будто бы, чем быстрее, тем лучше ты его покупаешь себе. Что все-таки, в любой момент может попасть в Коги, и тебя просто не отпустят оттуда. Так, ну вот. Вот есть у вас Рикимару, да, с шардиком. Но вы, вы просто как бы не можете вот так играть, как играли Альянс. Вы не можете играть нагло, вы не можете цитапить. Хотя, вот сейчас попытка за разбить смог, и кого поймают. Но, кстати говоря, если чан спустится сейчас, это будет жирный килл. Ловит он кортик от Рики, но шикарные Коги не дадут мелиться вообще проехать сквозь них. Разбивается атака сейчас просто АПКОГИ Клокверка. И продолжение, кстати, от команды Альянс. Три нюка в белку минус. И, наверное, дальше команды просто разбегутся. В это время, кстати, Фурион фармит. Появляется у него уже в скором времени БКБ. Есть у него Майл. И подожди, что это? У нас атака на Понло? Нет, выход на Рошана просто. Альянс. Кстати, опасный выход. У Фуриона очень плохой тайминг, чтобы бить Рошана. 1200 голды у него. 200 голды до рецепта на БКБ. И вот он просто бьет Рошана. А никто даже не идет сюда. Да, но сюда даже никто не идет, не считая, что здесь происходит. Ну что, неужели этому Фуриону нужен был Эгис? Он будет проходить в драке? Ну, а кому ты его еще отдашь? Что, Зевсу? Зевс тоже не приходит в драке. Он просто верх не дает. И там ультимейт свой нажимает, и все. Ну, я бы, кстати, поспорил с тобой по поводу сейчас нынешнего Зевса, который собирает Сашу Каеву, у которого есть эскейп и третьего спелла. Он может даже, ну, так, полу-фронтлайнером быть. Какие-то спеллы. Он может себя вытягивать. Это просто как играть, что? Он особо никуда не выходит. У них очень спокойная игра, все фармят. Просто проблема Ancient Trap, что у них фармит только АСФ, а у команды врага фармит Фурион, Дум и еще Зевс. А, ну и убить не получается. Нет, у нас детекшн, да? Ну-ка. Ситуация страшная получилась. Престишь преимущество. Команда Альянс. БКБ появляется у Фуриона. Аганим собирается делать у нас Зевс. И Фурион делает ТП на топ, собирается пушить ТР-2, но здесь же есть МТД. Просто он, видимо, хочет покидать свой первый спелл, спамить крипт с фармом. Здесь 4 уже с БКБшкой. Фурион тоже с БКБшкой скоро будет Глипнер. Игры все есть у Мирана. На самом деле все поварспайки уже имеются. Можно пойти и попробовать навязать драку пока у вас есть Аегис. Ну или можно подождать форсик на Клакверке. Погодим на Зевсе, там еще кинеслоты начнут появляться. Пока что только... Вы сейчас, на самом деле, тимфайта вообще никакого нету. Они еще раз сильные. Как раз таки собираются Альянсы все вместе. Они в смоке, они готовы нападать. Разбивается Смок Абрикимару. Можно с Ультазевса начать и показать местоположение всех соперников. Как же лопнул, у него уже нет хп. Ладно, БКБ С4. Дум пока что не тратил. Лилпле, посмотри на его хп. Он даже в драке не был. Да, неплохо прилетает от Зевса сейчас. И это он еще не 18 уровень. Белка. Стоит сетапит. Но упуренный Аегис. Просто хочет убить крипов здесь Хэвен. Ну и ДП. Смотрим, как ДП, нажав экзорцизм, просто фармит сейчас нейтралов по вражескому лесу. Принимать драки, как будто бы нет вообще никакой возможности. Попытка найти кого-то, Дум идет. Пока. Учет в Мелеса. ДП, отличный. Там на боте ЭДП убивает. Ну смотри, С4 сам подставляется под Лилплева. Правда, дэмэджа не хватает. Ну, если что, можно задонать. Так, пошел Рэквим. Можно этого С4 добивать на самом-то деле. Кортик будет или нет. Мне просто блинг и... Естественно, дасты. Неплохо, слушай. Выжил он ТД. Правда, у него нет все еще экзорцизма. И Зевс тут начинает какой-то колоссальный дэмэдж раздавать. Лучше под него, конечно, не подставляться, пока БКБшки нет. Так, БКБ СФ улетит или что? Я не пойму. Или он сразу решил себе купить просто... Баттерфляй. БКБ все же правильное решение. Ладно, трудное время, возможно, требовало трудных решений, но решил пока что, что в Пинда обойтись простым решением. Баттерфляй уж точно здесь не хайп. Зато посмотреть было бы интересно. Почти что есть Глепнер у Фориона. И снизу, кстати, кто на кого еще нападает. Бедный Леброн здесь просто бегает, прячется. Находит СФ, СФ, Форстав, начинает Чарли настреливать. Как же залетел Мелис, шикарно. Можно здесь что-то придумать. Подставляется под Саленс еще и Мирана. Мирану также добирает. Вот, наконец-то, хорошая ответочка, хорошая драка. Но Чарли был с Аегисом, к сожалению. И добить его дважды не получилось. Но опокнули на БКБ, это уже неплохо. Слушай, ну хороший, хороший такой врыв. Attention Tribe. У нас по... Ну, не так много выиграли, конечно, за счет того, что все-таки Аегис был у Фориона. Если бы его убили, было бы приятней. Ну, СФ, такой, шикарный демидж раздал. У ОДП появляется ульт. Да, у ДП до БКБ еще 500 голды. Но можно здесь встретить врагов. У С4 хочет инициировать. У С4 нет дума. Куда же ты прыгаешь, Густав? У меня здесь не грифсы. Грифсы уже нажаты. И ДП разлетелось. Должна всех убивать. Ну, опять же, одного клока на ультп это не так приятно. Зоне, зоне, очень много сполов зоне, ты-то и Нимбус. Если, если здесь милист не нажимает драки в ульту, то не забить просто не о чем. Поэтому отличное решение пытаться убивать Милиса первым. Не позволило ему вообще нажать ульт. Ну, в принципе, он бы и в любом случае не нажал. Ульт не обувь в КД. Там. Опять по классике МТД нажал ульт, пошел, пофармил крипов в лесу. Да не страшно, на самом деле. Он фармит. Да, придраться к нему нет. У него есть левел, есть нитворс. Да, не самый большой. Но, в принципе, от Зивса он там отстает на что-то голды. Лилплец решает собрать себе даггер, купить сразу же после БКБшки. Хочет, наверное, выйти быстрый аркан блин какой-то, прыгать, взрывать. Опять же. Хотя есть сетап под Рикки, да. В принципе, неплохое решение, наверное. Ну, посмотрим, что вообще происходит. Окружают здесь фреона, в него дроги. АБКБшка есть у него? Да, АБКБ не в полдаун. Он его просто прожмет и уйдет. Приходит сюда Doom, ДП подставляется. ДП погибает. Дальше не знаю, зацепит кого-то еще или нет. ДП просто уходит пешком. Мы ее выпускали из когов, но спрут и поймали ее снова. Че, и Мелиса поймали. В общем, вся проблема, Мелис тоже наверняка не уйдет отсюда. Телепорт, в смысле, сжать, наверное, нет никакого смысла. Да, это минус 2 по итогу и 2 кора. Ну, алиброн еще попали до 100 мя. Я, честно говоря, вообще не понимаю, какой был план, чтобы забрать фреона с БКБшки. Может, просто хотели его развести на этом БКБ? Не успел за чей, ну, застанет пангольер. Тотик Крикемаро всегда нажмет. Когда нажмет БКБшку в свою. Но после того, когда бангольер покатился по нему снова, он бы ее точно нажал. Ну, нет, находит. Понла или Понла находит его, непонятно. Тут есть Нимбус, БКБшку жать не хочется. Но придется, скорее всего. А уже и не нажмешь, потому что просто Зевс тебя не выпускает из тана. Как мог здесь Худын помогал, но этого не хватило. Худынга тоже не отпустят. И вот, кстати, может быть, это будет та самая игра, где Фурион выиграет с Мидасом. Хе-хе-хе-хе-хе. Да, может, и будет, действительно. Ну что, СР, блин, себе купил. Ставит Крикбай и Аркан Блинг. Будет взрывать, пытаться под дротик. Тут нападение у нас на Мелис. А Мелис погибает в очередной раз. Во всей карте просто щемит команду Ancient Tribe. Ничего не сделать. Досыпется, ребята, под давлением, конечно, серьезно. Еще, возможно, было не все потеряно, но вот эти нападения на Фуриона под Т1 вышкой на топе ставят, наверное, уже крест на этой игре. Там, но вы не забывайте, дорогие друзья, про 100% депозиту. По промокоду DPC, баннер по трансляции. Заходите, забирайте бонус от BadBoom. Появляется Рошан. Проблем забрать его. Не должно возникнуть у Альянс никаких. Да, это плюс Аегис, плюс шарф. Я Егис и шарт нас профит забрал, кстати говоря. Будет он просвечивать. Деревья. Интересно. А, ну, кстати, белку ловить. Отличный шарф. Да, наверное, неплохо. Ну, что теперь делать? Подловить. Что теперь делать в команде National Tribe? Ну, конечно, это граунди. Дать ошибок каких-то от Альянса, я не знаю, какие еще варианты. Это надо же фарпить. Надо как-то... Не, в теории дать дротик, знаешь, в Зевса в драке. И если залетит Лил Плев, взорвет его. Варианты появляются. Но вот так как... Как играет позиционно именно Альянс, это практически невозможно. И вообще не ошибаются. Играет аккуратно. Смок вот разбивает как раз. Попытка, возможно, дума подловить. У него БКБ-шка имеется. Но если успеет затаймить хорошо свой Requiem of Souls Лил Плев, то БКБ дум не нажмет. Но нужно вместе действовать. Успеет. Ага. У нас тоненького. Просто на атомы расщепили. В этот же момент ДП погибло снизу под Т2 вышкой. Ошибочка от МТД. И сколько в итоге ультов отдали? То есть три ульта. Ульт СФ, ульт Пангольера и ульт Белки. Ну ладно, ульт Белки, наверное, не стоит читать. Бадионы, чтобы убить. Дума. Ну, в принципе, жирный. Килл это топ-3 на Творс. Почему нет? К этому вопросов не думаю. Не должно быть. Так, можно сбить, кстати говоря, ТП. Кимбусом. Но ловят у нас Рикимару. Рикимару тоже погибает. Прилетает уже Чарли. Уничтожает просто половину команды. И Мелис тут. Вармил тоже нужно уходить. Оставаться здесь слишком опасно. Таркан Блинка еще так долго, на самом деле. Да, рецепт очень дорогой. 1700 стоит. О, за это покупают мистик став без байбэка. БКБ успеет нажать сейчас. БКБ нажимает. С4 подставляется. Вынужден тоже жрать БКБ. Покнулись на БКБшке. Подумал пока что СФ. Но он может, в принципе, под ним бить. Если понадобится. БКБ вышивает. Вообще так получается, чтобы все игроки команды Ancient Tribe здесь выжили. В этой драке. А, очень даже неплохо все получилось. И минус Дум. С4. Успел Яглеб нажать БКБшку. Это был СФ без байбэка. Общественно, я думал, слишком маленький. Слишком маленький Дизенестан был. А у Эльфирма Плейк. Мои внесутки шарт. Леброн напал. Тут команда не поддержала. Команда просто убегает. Потому что приезжает. Прилетается до С4. Перехватит. Там должен был быть Фурион. Наверное. Врыв на СФ. Он на этот раз бит БКБшке. Но он уходит на хайграунд. Можно на самом деле здесь подраться. Чарли заходит. Начинает бить по СФ. У СФ. У СФ нет возможности как-то законтестить, подраться. Это, думаю, минус сторона. Может быть даже... Нет. Наверное, только... У меня дома байбэка. У СФ просто... Я сейчас не понимаю. Какой смысл покупать семистик став, чтобы он лежал у тебя в бэкбэке? Я думал, что быстро сейчас дофармлю. Да, я с тобой соглашусь. Наверное, это не имело смысла. Мне кажется, он уже... Ну... Немножко филтан, да? Да, немножко уже не верит в эту игру, потому что... Ну, как будто бы... Как будто бы вообще покупать Аркан Блинк вот так вот, когда у тебя только пика и Мом, и БКБ. Да и против дома это работать не должно. Магический СФ. Все-таки, когда ты говорил на драфте, что ты не веришь в Лилплеба на СФ, ты, наверное, был чертовски прав. Да, возможно, было у меня какое-то. Не пошла каточка. Болезненный опыт, который я забыл про Лилплеба и СФ. Как же я хорошо о нем отзываюсь, когда он играет на Морфинге, и как же мне страшно видеть, когда он играет на СФ. Просто интересно, зачем они за Рейтели СФ выше Морфа в этой игре, может, мы тут что-то не понимаем, конечно, может, тут какие-то скрытые есть камни подводные. Можно быть, Морф все-таки не так хороший Зевса, может быть, он реально в него плох. Вот единственный герой, который мог помешать пикнуть Морфинга. Нападение Мирану, кстати, ульт Пангалера наш ад. С4 успевает нажать БКБ до Астана и просто ультой Эфуриона смыла белочку. Чарли всех убивает. Пайпок от Хевена. Немного бессмысленный. Так. Кабашка будет ли нет? Пока что есть пика. На пике выкатывается. Блокер просто стоит и ключом бьет тавер. Ничего не боится Ханскен. Он позицию теряет, но за это его не наказывают. Мне кажется, Лил Плеб посмотрел просто сегодня первый матч. Сто А-2000. Подумал, что нужно так же сделать. Просто взять, купить. Но ведь ТА-2000 проигрался в первую матч. Нет? Свою первую карту. Но там была ситуация совершенно другая. Вот именно в том-то и суть. Там ситуация была в том, что не мог ТА-2000 драться с... Ну, просто с ПВП, это... Даст Ларн тонкой. С фантомкой. Или сдаст вам тонкой. Действительно. Здесь ситуация совершенно другая. Уверен, купили Лил Плеб просто себе здесь... Не знаю. Тейдаус и Сатаник, он бы этого Фуриона просто убивал бы. Вот так прям бы на кого нажимал бы КБ, и Фурион бы падал просто за 3-4 тычки. Ну и ладно, может за 5-6, но... То есть в том, что СФ очень сильный и Фурион, он перебьет 100%. Почему-то выбрал, принял решение. Обрать дагер. Врыв пошел, тут же невероятный демо, что он успевает БКБ, кстати говоря, прожать. Есть шансы какие-то подраться более-менее, но... Нет, здесь Чарлис по ДД, да, пришел. Быстенько со всеми поговорил. Наперед залетает СФ. Включает свой Реквием. Ну вот, вот он СФ просто за 3 тычки падает от Чарли. И здесь уже, наверное, ничего не спасет команду, он Чентрайп. Ну, что можно сказать? Невероятность киловая первая карта от них, да? Ну, наверное, прыгнули выше головы там в том моменте где-то. Еще у нас какой-то чатик намечается. Разборочки. А, нет, ну просто он просто прессил Рэмпыч, да. Ачивка получена. Делочка по странной. И ГГВП. Холят Эншент Райп побеждает в этой серии у нас Альянс. В первой карте они выглядят не так круто, как в двух остальных. Молодцы, заимпровились, судя по всему. Аликс у нас. Янс прямо на скилле, видно. У них есть идеи, они понимают, за что они дерутся, где. Да, возможно, знаешь, линия не самая сильная у них сторона. Где-то там С4 проигрывает линию свою частенько. Но зато, когда они начинают играть где-то по макро, у них все здорово получается. Они прекрасно понимают, где им драться, где не драться, за что, пауэрспайки какие у них есть. Расканяются Алики по ходу сезона. Поначалу они были вообще расхлябанными. Когда мы смотрели их первые игры, это было больно смотреть за тегом Альянс. Но они же параллельно еще играют на турнире от Бэтбум, поэтому там тоже, знаешь, у них серьезные соперники. Там довольно-таки, там и Hellraiser, и много команд, которые вышли на мейджор. То есть есть на ком, да, действительно свой скиллуху поднабить, проанализировать там свои демки. Конечно, с такими командами, как Ancient Tribe, они, по идее, должны разбираться очень легко. В принципе, что они сегодня нам и продемонстрировали. Вот. Но самый хайп у нас, естественно, на концовочку. Потому что будет играть Water Run Enjoyers против Team Bold Reborn. Это будет просто... Напомню, что у Team Bold Reborn счет 0-2, у Water Run Enjoyers счет 0-3 по матчам. Поэтому заруба у нас будет просто величайшая. Поэтому, дорогие друзья, далеко не уходим. 10-15 минут у вас есть, и мы к вам вернемся.